значит так какой у нас сегодня 13 или 14 июля 13 воскресенье 14 год значит что я обещал там у меня есть видео про латвийскую кукурузу хотел еще снять вот про черешню грецкие орехи которые в латвии речь идет о латвии это рига это город рига и вот что самое интересное и кстати недалеко от моего дома и относительно недавно я об этом узнал это так называемое тутовое дерево шелковица еще и называют вот был один очень мощный сук вот здесь обломался и он доставал аж вид доставали аж до земли и это шелковица сами ягодки вот эти вот висели прямо на ум на уровне лица можно было даже попробовать в прошлом году урожая не было в этом году урожай есть но далеко у меня камера я снимаю планшетника у меня зума нет ну зум есть но он очень некачественно вот я немножко приближу вообще-то сейчас мы разберемся сейчас вот вот здесь вот где-то было не высоко ягодки зеленые если вот сможете разглядеть между листьями есть ягоды этой шелковицы или просто поверьте мне на слово или вот на земле на земле они лежат я на тут вот она вот попавшие такие ягоды в изобилии такие деревья в изобилии есть в украине я их там объелся и очень был удивлен то что здесь в риге широты довольно северные произрастает вот это вот шелковица кстати там вот повыше я вижу даже черные есть я само собой сейчас туда не полезу давай еще попробуем немножко зумом но из-за этого зума на этом площаднике резко ухудшается качество вот сделаем максимальный но вообще не ничего не понятно значит находится это это улица эльвирос там у нас станция засула укс депо это железная дорога рига юрмала это третья остановка от риги вот эти вот магазины здесь кто рижский местный тот должен знать это место хотя вообще-то трущобы не каждый рижанин знает вообще-то но эльвирос 14 вот напротив магазин топ там была библиотека там чуть дальше уже ботанический сад потом где машина это поехала еще немножко и там ботанический сад это улица эльвирос июль середина июля 2014 года в риге растет два дерева шелковицы вот и все потом еще сниму грецкие орехи они такие недоразвитые но тем не менее у нас нет и достаточно много ну вот и все спасибо жаль конечно что ветки высоко не видно есть есть вон они зеленые и красные а там повыше для солнца больше там есть и черные со всеми на земле их вот полно но птички здесь спасутся я все стараюсь чтобы никто не подумал что я шучу таких вон их сколько вон и только что упала е-мое вот смотрите мешает целая куча шелковицы вот посмотрите вот она посыпалась странно что птички ее не хавают наверху он чирикают он теперь то уж точно вы поверите мне не может быть чтобы где-то купил такое огромное количество шелковицы и раскидал ее здесь вон и и сколько посыпалась может быть сыпется от того что все таки конечно же климатические условия не те и плюс еще экологическая обстановка но есть есть шелковица в латвии в риге есть это я вам говорю сто процентов эльвирос 14 напротив кто будет здесь не поленитесь или на втором трамвае от центра следующая остановка от у от станции за сулаукс тут совсем близко и все спасибо и поближе еще сам ствол дерево мало ли может какие-то ботаники вот пожалуйста два дерева а вот секундочку вот посмотрите если здесь получится вот эта ветка а вот совсем нет низко ветка на ней зеленые веточка прямо из ствола и на ней зеленые шелковички висят и вот там вот дальше уже черные есть ну вот уже смотрю в небо ладно все хватит спасибо за